К войне с террористами готовятся израильские военные моряки. Ливанская Хизбалла, как сообщают эксперты, теперь грозит еврейскому государству боевыми действиями на воде. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Недавно опубликованный отчет Института национальной безопасности Израиля со всей очевидностью показывает, что следующая война будет скорее всего с террористической ливанской организацией Хизбалла. Собственно, это ни для кого не секрет. Другой вопрос, какой она будет. И вот здесь эксперты утверждают, что это вполне может быть война на море. Дело в том, что за последние годы, как выяснилось, Хизбалла обзавелась самыми настоящими военно-морскими силами. В их составе уже есть боевые корабли. Это ракетные катера иранской постройки «Зульфакар». Вполне грозное оружие. Есть подразделения военно-морского спецназа. Они представляют реальную угрозу для израильских буровых в Средиземном море. Есть дальнобойные крылатые противокорабельные ракеты. Эксперты, кстати, задаются вопросом, а откуда у террористов такой арсенал высокотехнологичный? Если в свое время были некие террористические организации, которые поддерживались теми или иными разведок стран, то сейчас террористические организации влились в сами страны и действуют и под прикрытием страны, и под ее финансированием, и под ее управлением. И спецслужбы этой страны откровенно и открыто тренируют те самые боевые ячейки, например, той же организации Хизбалла. В последний раз в настоящем морском сражении израильские моряки принимали участие в 1973 году во время войны судного дня. Тогда они наголову разгромили объединенный арабский флот. Но с тех пор прошло несколько десятков лет. Достойного противника в Средиземном море у них не было. И роль военно-морских сил свелась к охране побережья и поддержке сухопутных операций армии. Потенциального противника, что называется, недооценили, и террористы сумели этим воспользоваться. В 2006-м, во время Второй Ливанской, они поразили противокорабельной ракетой израильский корвет, который обстреливал Ливанское побережье. Корабль был тяжело поврежден, с трудом дошел до базы, погибли несколько членов экипажа. С тех пор угроза только усилилась, и сейчас флотское командование разрабатывает планы войны против нового вида террора – морского. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер».